Массовое переселение части адыгских племен в районы Центрального Предкавказья, Пятигорск, Кабардино-Балкария, вызванной османскими завоеваниями, в Северо-Восточном Причерноморье с одной стороны, и распадом Большой Орды с другой, привело к образованию восточного субботноса кабардинцев в XVI веке. Большая советская энциклопедия главный редактор А.М. Прохоров страница 1375, Ульский аул, ныне аул Уляпшавгеновского района, Адыгской автономной области, близ которого расположены курганы скифских вождей шестых-пятых веков до нашей эры, с оружием, золотыми украшениями в зверином стиле, конями. В самом Большом Кургане 410 костяков лошадей, конец цитаты, как видим. Тут речь идет о скифских курганах, ни скифамиотских, ни миотские, ни кабардинские, ни адыгские, кто-нибудь ответит научно, что потеряли наши соседи в курганах скифских вождей и какое отношение имеют костяки скифских коней к кабардинской породе лошадей. Я еще раз обращаю ваше внимание, какое отношение имеют костяки скифских коней кабардинской породе лошадей. Среди национальных символов черкесского этноса выделяется символ воина-всадника. Лошадь для черкеса – верный спутник и друг на пути чести и славы. Черкесская лошадь. Воплощение многовекового опыта черкесских коневодов, творцов этой уникальной породы. Ныне она известна всему миру под именем Кабардинской. В старину черкесы совершали свои походы на лошадях, именуемых Шагди. Чтобы вывезти эту породу, понадобились столетия. Шла селекция, отбирали только выносливых. Для дальних походов нет лучше лошади, чем кабардинская порода. Для хорошей черкесской лошади не составит труда пройти без устали 180 километров в сутки. И сутки, и двое без корма. Не снимая седла, можно ехать на нем. Тысячелетиями образ этого благородного создания украшал духовную культуру человечества. Лошадь воспета в мифах, преданиях, священных текстах. Черкесские эпические предания о нартах поражают наших современников своей первозданной мощью и поэтической красотой. Мир нартов – это сообщество воителей. Высшей ценностью для них являются оружие и боевой конь. Ныне нартский всадник Сосруко – украшение государственного герба Республики Адыгея. Пророк Ислама Мухаммед призывал мусульман содержать лошадей, обещая им за это награду в обоих мирах. Кони упоминаются в священном Коране в сотой суре мчащейся. В знак скокунов, что мчатся и, от бега задыхаясь, бьют искрами из-под копыт и атакуют на заре, и пыль взметают в облака. В исторической памяти черкесов не осталось имен тех, кто впервые приручил лошадь, будь это боги или эпические герои. Это произошло так давно, что лошадь, кажется, сопровождала черкесов всегда. След ее копыт скрывается во мраке истории. Несколько поколений ученых пытались пролить свет на раннюю историю кавказского коневодства. 1906 год. Профессор Веселовский исследует курган под Майкопом, где обнаруживает бронзовый псалий – деталь конской упряжи. За этой находкой последовали и другие. Вплоть до сегодняшнего дня археологи находят бронзовые псалии по всей территории от Прикубанья до бассейна Среднего Терека. Блистательная всадническая культура воинов Черкесии уходит своими корнями в эту невообразимо древнюю эпоху. Северо-западное предкавказье было одним из важных центров коневодства. Эти лошади поставлялись и в степь, мы знаем, по находкам мёдской узды в степи и в лесостепи, и даже в Среднюю Европу. Лошадь в степях Причерноморья была домашнена в эпоху Средней Бронзы. Находки деталей конской узды мы находим в эпоху финальной бронзы. Это роговые псалии. Самый рассвет, всадничество, начинается в переходный период к раннему железному веку, так называемый протомиотский период. Сейчас это датируется где-то в районе 10 века до нашей эры. Эпоха раннего железа, северо-западный Кавказ. Именно отсюда, из страны миотов, в бескрайнюю скифскую степь уходят новые образцы конского убора. Неразрывное единство коня и всадника продолжалось и за гранью бытия. 1898 год. Профессор Веселовский проводит раскопки группы курганов возле аула Ульского в Эдегее. Первые же исследования самого большого из ульских курганов стали сенсацией. Под курганной насыпью 15-метрового гиганта обнаружились два десятка врытых в землю коновязей, а вокруг них веерообразно и правильными рядами были уложены лошади. Их количество просто ошеломило Веселовского и его коллег. Целый табун был вознесен в миотский рай, чтобы верно служить своему хозяину. Если взять самые большие комплексы с захоронениями лошадей, то, конечно, в первую очередь нужно назвать большой узкий курган, где было найдено более 400 лошадей. Это не единичный комплекс. В этой группе были 10 курганов. И в 1982 году мы раскопали рядом стоящий курган. Там мы обнаружили конское захоронение из 29 лошадей по периметру шатровой конструкции. Лошади были с великолепными конскими предметами уприжи, бронзовые псалии, бронзовые удила и великолепные различные бляшки. Бурный расцвет, всадничество и вооружение мы наблюдаем по находкам археологическим в протомиотский период. Это 8-7 век до н.э. После вот эту культуру переняли уже миоты. 1982 год. Раскопки профессора Лескова около аула Уляб в республике Адыгея. Та экспедиция подарила миру этот великолепный ретон с изображением пегаса, украшенного горбоносым профилем. Не такой ли облик имели местные лошади в ту далекую эпоху? Древние традиции черкесского коневодства нашли подтверждение в современных исследованиях ученых в области генетики. В 2015 году завершился первый этап международного проекта комплексного исследования генома кабардинской породы лошадей, проведенный совместно Берлинским университетом имени Гумбольта, Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства, Кабардино-Балкарским государственным университетом, финансируемый фондом «Фольксваген». СНП-чип-анализ показал, что кабардинская порода составляет собственный кластер наряду с другими породами. Во время проведения работы мы обнаружили среди кабардинских лошадей одну особенную лошадь серебряного цвета. Эта особенность интересна еще потому, что серебряная аллель – одна из самых древних аллелей. Это специальный ген на хромосомном уровне. При исследовании ДНК костей прирученных лошадей, найденных в пещерах еще до нашей эры, были обнаружены те же самые серебряные аллели. Это означает, что серебряная аллель уже давным-давно каким-то образом проникла в кабардинскую породу, что говорит о древности породы. Последние генетические исследования развеяли множество мифов, которыми долгое время было окружено происхождение этой породы. Предположения о значительном влиянии на их селекцию восточных пород, арабских, персидских и даже монгольских, не подтвердились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok